Почему я не за что бы не отказалась от интервального голодания? Как объяснить этот феномен, если он, конечно, имеет место быть? Тут нужно обратиться к истокам, к истории, что, в принципе, человек не всегда жил в режиме избытка питания, когда он может пойти, что-то себе купить, все, что хочет. Раньше пищу приходилось добывать, а для того, чтобы пищу добыть, естественно, нужно активно мыслить, активно пытаться поймать. Поэтому эта теория вполне себе оправдана, потому что когнитивные способности при небольших дозах голодания, они могут способствовать улучшению, потому что именно исторически человек пытался более эффективно пищу добывать. Кстати, я... А что вы обсуждаете вообще? Что в этом удивительного? Истинье, что у тебя стимуляция появляется. Тело хочет жить, оно тебе дает энергию, чтобы ты пошел, убил что-то, поймал, поохотился, заработал, добыл пищу. В чем интрига-то, да? То есть вы из какого века вообще вещание ведете? Это я что, открыл 18 века видео, что ли? Ну, оно у меня правда черно-белое, поэтому да, возможно. Но это галочку поставили, о, мы про киту поговорили, идем дальше, на следующее. Ну, это смешно все. Обратил внимание, что все новые тренды относительно здоровья, и хорошие, и плохие, первыми пробуют на себе биохакеры. Своё здоровье и молодость, пытающиеся хакнуть, как говорится, свой организм. Тема голодания в новой интерпретации стали активно пропагандировать биохакеры. Так, биохакеры сразу, биохакеры это болезнь. Это больные люди, у них какая-то, то есть, болезнь, да, метаболическая может быть, да, или может психическое расстройство. Из-за которого они пробуют какие-то вот по наитию методы, чтобы вылечиться. Потому что они хотят почувствовать себя, вот это вот стимуляция. Они, в основном, упарываются стимуляцией. Что они дальше будут? Сейчас про Кремниевую долину рассказывать, что ли? Кремниевую долину. По их мнению, голодовка положительно влияет на умственные способности. Голодовка. Ты думаешь, они на одной голодовке, да? Так они там ежедневно риталин носом дуют, например, да? Кто-то на кокаине работает. Кремниевая долина. Там все есть. Им ваша голодовка – это следствие. Они принимают стимулирующие вещества, которые повышают работоспособность и гасят аппетит. Им ваша голодовка – это вот следствие того, что они принимают. Эти программеры, которые современные, у них огромная нагрузка из-за того, что огромная конкуренция, и надо успевать все это делать. Этот код писать, конкурировать с друг с другом, конкурировать с нейросетями, которые тоже коды составляют. И вот это все нужно делать каждый день с вот такой огромной квадратной головой. И поэтому они используют множество медикаментов, множество добавок. И еще следствием того, что они подавляют себе голод, чтобы не отвлекаться на еду, постоянно у компа работать, они вот попали на интервальное голодание. Ну, даже… Опять, как будто они одним интервальным голоданием балуются. Что за бред, а? Среди главных энтузиастов движения – глава биохакинговой компании – Джеффри Зу. Сразу, глава биохакинговой компании – это начнется какое-то вот ничего хорошего. Со здоровьем это никак не связано. Опять, тонна добавок, тонна анализов. А результат какой? Тебя на месяц подбросила эта стимуляция, а потом нахрен-то упал. Потому что изначально, если организм больной, его разгонять невозможно. Ну да, ты разгонишь его, просто он, как сказать-то, да? Вот человек сломал ногу. И вместо того, чтобы ногу эту полечить, то есть гипс положить на несколько месяцев, на костылях походить, потом реабилитацией заниматься, вместо этого они ему ставят какой-нибудь там стимулятор, и он бежит на этой ноге, боли не чувствует, еще со бейсболом, наверное. А потом кончается бейсбол, а нога вообще месива, например. Поэтому эти биохакеры – это болезнь. Их нету здорового понятия биохакинга. Нету. Есть понятие гомеостаз. Понятие гомеостаз – это когда у вас все восстановилось. Я имею в виду, вы утолили все свои потребности. Вот хотели пить, почувствовали, ой, что-то пить хочу. Попили, и вам – о, полегчало. Жарко было, окно открыли – о, полегчало. Да, вот это гомеостаз – это то, к чему они стремятся, то есть к равновесию в системе. Когда вы достигаете равновесия гомеостаза, у вас проходит тревога. Вы нормально себя чувствуете, как хотели бы. То есть это то, к чему все стремятся, да, к спокойствию, к радости, высшему качеству жизни. Так они это форсируют с помощью всяких ужимок и прыжков. А в конце концов это все сваливается в стимуляцию и зависимость от огромного количества медикаментов и добавок, и токсические от этого последствия. То есть это больная история с биохакингом. Это слово-слово «больное». Есть здоровье, есть гомеостаз. Биохакинг выбросили. Это, в самом по себе, болезнь. Интервальное голодание улучшило общее состояние моего тела. С его помощью я развил самодисциплину, научился контролировать свое настроение и способность концентрироваться. Надеюсь, что новое исследование также покажет, что с помощью интервального голодания я буду жить дольше. Во-во-во-во, да-да-да. Они также еще двинулись на секте долгожительства. Все хотят жить долго. Стареть никто не хочет. Но я тогда говорю, умирай молодым. Что ты? Ты все равно стареешь. Пока ты ждешь этих лекарств, ты стареешь. У тебя маршинки появляются. Поэтому это люди, которые живут в иллюзиях. И от того, что у них там много средств денежных, это еще не значит, что им будет легко справляться с чем-то на самом деле. Потому что они окружены огромным потоком инфомусора. Вот этим как раз. Что нужно стимулироваться. Что нужно вот это достигать. Что нужна вот эта дисциплина. Это вот эти тренинги личностного роста. Он там интервальное голодание ему помогло дисциплину развить. Он стал лучшим человеком. Вот это вот что такое? Ты до этого чем вообще был? Кучей какой-то что ли? Просто кучей лежал? Кучей костей вот это вот. Что ты был? То есть ты изначально болел, а тут ты пытаешься свое состояние чем-то поправить? Так ты болезнь просто прикрыл называется. А не клеточного метаболизма предоставляет нам убедительные данные о том, как интервальное голодание может улучшить биомаркеры, связанные с продолжительностью жизни. Ёлки-палки, да я сам вам расскажу, как это улучшает биомаркеры. Ты не ешь 36 часов. Что происходит? У тебя печень похудела от гликогена, она начинает от жира избавляться. У тебя была жирная печень, если ты не ешь вот это время, у тебя печень потихонечку от жира избавляется. Что тут такого прорывного, я не знаю, на какой уровень это рассчитано? Насколько потребитель не требователен, что он позволяет вот такой контент существовать? Смотрите, сколько там просмотров вот этого непотребства, я не пойму. Сколько тут? Ёлки-палки, один миллион. И что у нас тут? Ну тут в основном люди смеются. О, молодцы в комментариях. Не дай бог, говорит, это смотреть тем, кто реально хочет разобраться в вопросе. Молодцы, молодцы. Я поверил снова в человечество. Вот этот, который на экране, это кучка. Вот люди в комментариях все-таки есть. Да, все-таки. Молодцы все-таки. А так-то шуточки в основном. Ну то есть, не совсем все плохо на этом поле. Мы просто можем что-то дополнить. В начале 2017 года ВУ провел семидневную голодовку сотрудниками своей компании, членами сообщества BeFist, объединяющих сторонников интервального голодания. Так сказать, твердой рукой, к счастью, всем. С переходом на интервальное голодание. Слушай, семидневная голодовка, что они семь дней не ели, у этого вообще-то противопоказания могут быть. То есть, там не всем это можно, на самом деле. Ну и что, я такие опыты проходил. Недавно как раз это все было. На канале об этом информации уже тонна просто про вот это. Не всем подходит. Он кого-то мог и угробить этим. То есть, с этим нужно быть очень аккуратно. Я бы ему не доверял. У него по лицу написано, что он что-то замышляет. Они поддерживают стабильный уровень энергии в течение всего дня и могут сфокусироваться на выполнении большего количества. Короче, этот азиат команду свою взял, поставил на голодовку и он выжимает из них энергию. Чтобы скоты работали, рабы. Вот так он их использует. То есть, он им внушил, что вот какая-то миссия важная у нас, наша компания делает то-сё, мы, значит, должны быть продуктивны. Вот это секта. Вот это секта. Он выжимает людей физически, как и вас всех, кто это смотрит. Ну, кого-то меньше, кого-то больше. Эксплуатирует. Потому что, если ты не ешь, ну, конечно, у тебя стимуляция будет. И вот он поймал эту фишку. А, я могу из них выжимать КПД-120. То есть, он их выжимает, а потом они восстыни. Уставшие. Будет, конечно, астаническая депрессия. Ну, в какой-то из дней они просто подняться не смогут с кровати. Ну и всё, увольняйся. Что ты тут делать будешь? Будь тебе больничный или нет, никто же не гарантирует. Ай, хитрый какой этот. Как его? Ву. Полную трёхчасовую версию обзора этого нелепого квази-расследования длительностью более трёх часов с демонстрацией источников, которые вы можете самостоятельно изучать про кетогенное питание, вы можете посмотреть у меня при поддержке моего творчества либо на канале YouTube, либо на Boosty. Ссылка, как это сделать, будет находиться в описании. Спасибо. Чао.